Всем огромный привет! Вы на канале Юрия и Лариса и Манула Лайф. И сегодня мы готовим напиток или сок из тыквы с курагой. Как вам больше нравится, так и называйте. Я раньше готовила для того, чтобы мы просто попили. Я его никогда не закрывала на зиму именно с курагой. Закрываю с чем угодно, но не с курагой. А в этом году я все-таки решилась закрыть на зиму такой сок. Я обожаю сок из тыквы с апельсинами, с лимонами, на зиму который закрываю. Особенно я его обожаю пить весной. Не знаю почему, мне прям тянет банку за банкой. И хочу сказать, что смотрите какая царица, царица полей. Вот, это тыквочка. Кто давно смотрит наш канал, я на влоге показывала, что эта тыква выросла 20 килограмм. Представляете? Смотрите, у нее совсем нет косточек. Сама тыква, она очень сладкая. Ее можно просто есть как морковь. Представляете? Она очень вкусная. Сейчас я взяла для сока 900 грамм тыквы и 300 грамм кураги. Также я взяла 300 грамм сахара, потому как я считаю, что мне будет достаточно. И полторы чайные ложки с горкой лимонной кислоты. И мне нужна будет вода. Воды я возьму всего на все, про все 4,5 литра. Я уже поставила кипятить воду, потому как я сейчас буду парить тыкву курагой. У кого есть блендер, это будет процесс намного быстрее. У меня блендер сломался, и я буду протирать это через сито. Сейчас я, видите, нарезаю тыкву. В принципе, ее можно и такими кусками положить. Ну, у меня кастрюлька маленькая для этого. Я ее нарежу мелкими кусочками. Хотите, можно даже курагу порезать, чтобы быстрее пропарилась. И вот мои ингредиенты подготовлены. И я бегу это закладывать в воду. Я подготовила водичку. Сейчас я сюда пущу тыквочку. Может, это будет не совсем красиво. Как я уже сказала, воды на все про все у меня будет 4,5 литра. У меня вот еще кастрюлька стоит. Сюда же я добавляю курагу. Я ее промыла. Не забывайте промывать. Так, теперь доливаю еще водички. И все. Ставлю это и варю до мягкости, чтобы мягко было. Чтобы можно было или протирать через сито, или взбивать блендером. Проварила я ровно 20 минут. У меня это кипело после закипания. Прекипело. Смотрите, какое все мягкое. И теперь я протираю это через сито. У кого есть блендер, можете просто блендером размешать, взбить. Видите? Ну, я как бы сказать, домашние соки сейчас все перетирают через сито. Я считаю, что будет более однородное и не будет никаких лишних жмыхов. Кстати сказать, кто будет также тереть через сито, как я. Я, видите, все время терла ложкой. А тут тетя мне моя сказала, говорит, а я беру стакан и тру, и давлю стаканом. Мне кажется, что так быстрее. Ну, я не взяла стакан, взяла вот от мясорубки, от электрической. Все, что от нее осталось. Эту толкалку. И ей стало протирать. Мне кажется, так намного удобнее. Протерла я через сито тыкву и курагу. Вот столько у меня осталось жмыха. И теперь, следующее мое действие, я иду и в кипяток высыпаю сахар. Высыпаем сахар. Сироп, то есть, получается у нас. Сейчас сироп закипит. И я вылью вот это пюре. Вот такой вот у меня напиток, либо сок такой консистенции. Если вы хотите, чтобы он был у вас гуще, нужно добавить тыквы больше и больше кураги. Закипел, я сыпала сюда лимонную кислоту. Сейчас я это все 5 минут прокипячу и буду закрывать бутылки. Бутылки я уже простерилизовала в духовке. Крышечки прокипятила. 5 минут прокипело. И я в горячую банку, в горячую бутылку наливаю божественный напиток. Напиток сок. В наше время очень важно быть здоровым. Не знаю, для здоровья что-то здесь есть. Ну, разнообразие хотя бы. Ну что ж, друзья, сок готов. Видите, как это все быстро. Получилось у меня почти что 5 литров. Это мы выпьем в баночках, а это оставим на зиму. Потому как я еще закрою не один раз это. У меня тыква-то большая. И прям жду не дождусь, когда я буду наслаждаться этим божественным напитком. Конечно, он очень горячий, но он очень вкусный. Советую вам приготовить, попробовать, написать какой-нибудь комментарий, если вы приготовили и вам понравилось. Ну и не забывайте ставить лайки. И всем всего хорошего. Особенно я всем желаю крепкого здоровья. В наше время это очень-очень важно. Всем пока, до встречи, увидимся в следующем ролике. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»